Здравствуйте, в эфире тема дня, гость программы Оксана Шамшурина, основательница компании Дед Мир. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Руководитель бизнеса современный, это не только продавец товаров и услуг, это еще и талантливый топ-менеджер. Знание конъюнктуры рынка, умение сплотить коллектив, вести переговоры с партнерами, все это должен знать современный менеджер. Ваша компания на рынке уже много лет, и у вас были непростые времена, вы переживали кризисные моменты. Как удавалось их переживать и оставаться при этом на плаву? Сначала была паника, а потом я смотрела, что за мной стоит целая команда, и что я не могу допустить, чтобы люди остались без работы. Это первое, то, что сотрудники, а второе, это, конечно же, поставщики, с которыми я работала, потому что тоже была ответственность. Мы дилеры многих компаний, и поэтому мы не могли подводить. Поэтому закатывали рукава и начинали работать гораздо больше. Ну, то, что сейчас делаем, сейчас такой период, что надо работать, надо идти вперед. Вы предлагаете широкий ассортимент детских товаров. Чем был обусловлен выбор именно вот этой ниши? Вы заняли именно ее. Вы мама четырех детей, это было обусловлено именно материнством? Да, это было обусловлено материнством тогда, когда я столкнулась, что хороших товаров по доступным ценам очень мало на рынке, и хотелось этих товаров добавить больше. Более того, их просто даже, скорее всего, в тот момент в одном месте было невозможно купить. Когда я начинала, бизнес я начинала 13 лет назад, и поэтому я начала изучать, что же можно купить по хорошим ценам, ездить по детским выставкам, и нашла ряд украинских производителей. Мы тогда задали темп, миссию нашей компании, которая называется «Найкращие украинские детям». И теперь вот мы являемся дилерами многих из этих фабрик. Оксана, но есть товары у вас и вообще на рынке, в принципе, иностранные и отечественные, но в последнее время именно украинские товары заполонили рынок. И это правда, что вот их качество соответствует, ну, в общем-то, так скажем, требованиям покупателя? Их качество иногда даже лучше, чем товары, которые из Китая, из Турции, или из Польши, или из других стран. Потому что у нас есть определенные критерии, и эти товары, которые выходят на рынок, они должны соответствовать стандартам качества, гигиене. И действительно, наши люди умеют очень качественно делать, и красиво, и стильно. Просто надо искать и знать, что это за производители. Ну вот тогда давайте посоветуем родителям, потому что детские товары, к ним привлечена всегда максимальная осторожность, внимание, это должны быть и экологические нормы выдержаны, и по конструкции, если это, допустим, транспорт детский, да, то есть там тоже особые требования. На что родителям прежде всего обращать внимание при выборе таких товаров? Во-первых, это должно быть из чего сделано, то есть сырье. То есть обязательно это должны быть натуральные товары, натуральные ткани, либо же, если это обувь, то кожа, да, то есть в игрушках там есть определенная степень, там, которая, она защищается либо сертификатами, либо гигиеническими требованиями, наш СС. А такие вот документы можно требовать в магазинах детских? Даже нужно. Обычно они должны быть на видных местах, они есть. Вот у нас всегда все папки собраны с документами, если кто-то попросит, то мы обязательно предоставляем. Ну, обычно люди не спрашивают, потому что наш товар знают уже много лет, в принципе, наш магазин, да, и работает самая лучшая реклама, это сарафанное радио. Говорит молва, потому что люди приходят, покупают, потом с нами растут, потому что у нас товары от рождения, там, и до школы, мы провожаем деток в школу, продаем школьную форму, и они там уже идут дальше. То есть ваша компания сама по себе это бренд, который гарантирует качество? Да, ну, это же наша репутация, нам же хочется, чтобы клиенты к нам вернулись обратно. Поэтому мы делаем то, что клиент вернется, то есть даем ему качественный товар по доступной цене, ну и хорошее обслуживание. А насколько часто вам приходилось сталкиваться с подделками и в украинских товарах, и в иностранных? Дело в том, что мы не работаем с китайским товаром, чаще всего подделки идут у китайцев, да, или же там, когда это бренды, какие-то Nike или Adidas или еще что-то, мы не работаем с этим. У нас действительно украинский врубник, и они их обычно не подделывают. Чаще всего происходит немножко другое, то есть есть самые крутые там бренды украинские. Другие смотрят на эти торговые марки и сами не хотят там нанимать дизайнеров или что-либо производить. Они обычно делают так, возьму-ка я у Смила там и передеру их коллекцию. Но это по большому счету плагиат. Плагиат, да. И компании никак не защищены украинские. Ну, обычно же у нас никто не застраховывает, ну как, в своей коллекции никто не патентует. Поэтому, мне кажется, даже раз с другой торговой марки кто-то берет и переделывает, значит, эта торговая марка впереди, она является лидером, раз с нее берут пример. Ну, а покупателю как себя защитить? Как ему отличить плагиат от, собственно, оригинала? Дело в том, что есть бирки, есть стандарты пошива. Вы в нашей студии уже говорили о том, что коллектив – это такой большой пласт в успешности любой компании. У вас есть какие-то общие критерии по подбору персонала? Я понимаю, что там, допустим, грузчики отличаются по степени подбора и по требованиям от торговцев, но тем не менее, может быть, есть какие-то общие подходы? На самом деле, подбор персонала всегда концентрируется внимание на человеческом факторе. То есть, чтобы человек понимал, что есть определенный уровень ответственности. У меня не может работать плохо грузчик или плохо работать продавец или коммерческий директор. Все должны работать на высшем уровне, потому что если они работают в команде, то они друг за друга отвечают. Если грузчик не своевременно отвезет товар или получит его, а кладовщик не своевременно ему отгрузит, то будет страдать кто? Клиент. Поэтому мы не имеем права. И поэтому первый критерий – это ответственность. Трое – это честность, порядочность, трудолюбие, ну и позитивное мышление, любовь к людям. Потому что на работу надо идти, как на праздник, с удовольствием. А если нет в коллективе вот этого вот сплоченности и желания, чтобы все вместе работали в команде, то, конечно же, каждый сам по себе будет и не будет давать радости вообще той, которая нужна человеку. Хотя человек проводит на работе самую большую часть своей жизни. А как вам удается сплотить коллектив? Ну, мы создаем какие-то тренинги, где мы это обучаемся, делаем, отношения. А в тренингах у вас принимает участие весь коллектив? Без исключения, вот как мы сказали, от грузчиков до продавцов? Все, абсолютно все. В тренингах, вот мы недавно делали конференцию, то мы всех сотрудников привлекали, чтобы они пришли, поучаствовали. Ну, и вообще, я считаю, что любой коллектив надо и обучать, и надо вместе собираться на какие-то корпоративы. Есть какие-то традиции в компании, есть организующая политика компании, где есть определенные правила, которыми следуют сотрудники. Поэтому это задает темп, кто руководитель, а дальше уже подхватывают люди. Ну, мы с вами обсуждали как раз образ руководителя в прошлый раз, и тогда мы посвящали эту встречу конференции, которую вы организовывали, собственно. Расскажите, как она прошла, все ли вы успели проработать, или еще есть на чем, чтобы усовершенствовать? Конференция прошла на высшем уровне, я даже сама не ожидала, хотя мне очень хотелось. Мне хотелось показать людям, что такое гостеприимство, что такое сервис, что такое вообще работа в команде с людьми. То есть показать своим примером, как это может быть в каждой компании. Действительно, конференцию организовывала я с партнером Людмилой Балагоры, и у нас еще принимал участие мой учитель Исхак Пентасевич. Ну, и основную работу выполняла вся моя команда, причем они работали и в Детмире, и в то же время организовывали конференцию, они как волонтеры это все делали. То есть получили они тоже и такой опыт? Да, конечно, в организации. Для нас это был большой урок, это был драйв, для них это была такая цель большая, чтобы показать людям, как надо работать. Результаты хорошие по конференции, хотя я вижу, какие есть недостатки, которые я устраню на следующий раз, и надеюсь, что в следующий раз это будет вообще еще круче. Ну, по отзывам наших клиентов, наших партнеров, мы получили даже больше того, чего ожидали. То есть само ощущение ваше было не настолько ярким, как, собственно, отзывы тех людей, которые принимали участие? Да, да. Вы в прошлый раз сказали о том, что для вас эта конференция, вы организовали впервые подобное мероприятие, это, по сути, выпускной экзамен перед вашим учителем Ицхаком Петасевичем. Вы сдали экзамен? Я думаю, да. Ну, во всяком случае, его отзывы и в интервью, вот я только вчера смотрела повторное интервью, мне было приятно, что он сказал, что я умею концентрироваться на цели, что я умею достигать, что я умею вовремя сориентироваться, если что-то не так. Для меня это была высшая похвала. Оксана, мы с вами поговорили о многих моментах, в частности, мы говорили о том, какое важное место занимает коллектив в построении, в структуре бизнеса. Что еще важно для его успешного развития? Очень важно состояние владельца. Я уже это говорила, еще раз повторю, что владелец должен всегда знать, чего он хочет. Когда он знает, чего он хочет, он ставит цели для своей команды. И тогда можно достигать всего, чего ты хочешь. Это первое. Второе, надо заниматься образованием. Почему? Конференция была сделана для того, чтобы людям сказать, что есть определенная структура ведения бизнеса, есть определенные инструменты в управлении бизнесом. Надо это знать. И для владельца, для того, чтобы он был эффективным, он должен знать, он должен уметь управлять всеми процессами. Это налогообложение, это учет, это знание о продажах, это маркетинг, это пиар, это построение команды. Это то, что должен знать владелец, то есть всегда быть впереди. И если владелец, сидя где-нибудь в контейнере или в маленьком бутике, ждет, что к нему придет покупатель, только потому что он там открыл свою торговую точку, у него никогда ничего не получится. Потому что люди будут ходить только до поры до времени, пока не откроется большой торговый центр. И все пойдут туда. Потому что людям надо комфорт, им надо удобно. Сетевики умеют очень хорошо делать распродажи, хорошо представлять свои коллекции. И люди будут идти туда. И для того, чтобы твой маленький бутик кто-то запомнил, и чтобы с тобой работал, то тебе самому надо соответствовать тому уровню ожидания покупателей, которые они хотят получить от твоего магазина. Ну, это самые основные критерии. Поэтому в любом случае все начинается с владельца. Наверное, уже много планов. Вы сказали, что увидела минусы и их исправлю в будущем. Какие планы и по компании Дед Мир, и по вот этой параллельной вашей деятельности? Компания Дед Мир идет вперед всегда. У нас всегда большие цели, большие планы. Это расширение, это привлечение новых партнеров, это открытие новых магазинов. Все впереди. То есть шаг за шагом. Что касается самой конференции, то есть конференция «Одесса. Бизнес. Лето». Теперь это будет традиция. Каждый год. Оксана, и в заключение мне хотелось бы узнать у вас, это мой интерес как женщины, я хочу услышать от женщины успешной, красивой, мамой четырех детей, любимой жены, владельца бизнеса. Мне бы хотелось узнать, как вам удается на все находить энергию, силы, время, и вот этот источник внутренне поддерживать постоянно. Потому что я человек ответственный. Если у меня есть дети, значит я за них отвечаю. Я должна своим примером им показать, как надо жить. Все, что я в этой жизни делаю, я делаю с удовольствием. Любое бы дело, которое я не взяла, я его буду любить и создавать, и другим показывать, как это надо делать. Отсюда и берется энергия. Ну, плюс занятия йогой, плюс хороший сон. Ну и отношения людей. Очень влияет сильно отношения тех людей, которые рядом. Я когда вижу, что им нравится то, что я делаю, у меня всегда на это будет энергия. То есть я люблю отдавать вот эти вот хорошие дела, позитив какой-то, чтобы… А когда они это берут, то и появляется, конечно, энергия. Наверное, тот каждый человек, который умеет отдавать, он получает еще больше. Оксана, спасибо вам, что поделились своими знаниями и очень положительным отношением. Спасибо вам. Всего хорошего. А я напомню, в гостях была Оксана Шамшурина, основательница компании «Дед Мир». Субтитры создавал DimaTorzok